Канализационная станция На встрече, помимо главы Ленинского района, присутствовали его заместители, представители депутатского корпуса, руководители муниципальных служб. Первым словом взял Валерий Венцель. Состоялась на этой неделе встреча с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, на которой я обозначил наши ключевые проблемы и вопросы, которые затрагивают большую территорию. Я обратился с просьбой к губернатору о том, чтобы нам помогли с финансированием. Вот до 28 февраля стоит срок исполнения данного поручения губернатором. Глава также озвучил примерную сумму стоимости проекта. Она составляет около 50 миллионов рублей. Руководитель Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства Александр Митрякин озвучил, что уже сделано в рамках проекта. Были проложены порядка 4900 метров канализационных коллекторов диаметром 402 от Куповинских очистных сооружений до Старой Нагорной улицы. На протяжении всей трассы было построено 8 напорных камер, одна камера гашения. На протяжении всей этой трассы потом впоследствии будут присоединены еще, как ко всему прочему, строящаяся брусника со своей КНС, напорка в напорку, Катар и, соответственно, наши канализационные станции, которые будут построены как на месте этих очистных сооружений, так и на месте Куповинских очистных сооружений. 28 января был получен важный документ ГПЗУ – городостроительный план земельного участка. Теперь можно приступить к созданию проекта канализационно-насосной станции. Но сначала решение о проведении этой работы и ее финансировании должны принять депутаты. Вопрос решения денежных средств в Совете депутатов Горок-Ленинских, он будет рассматриваться на проектирование. Он будет рассматриваться не в марте, а в феврале. Я не думаю, что они будут откладывать, потому что вопрос архиважный. Мощность будущей КНС – 3000 кубометров в сутки. Этого с запасом хватит, чтобы полностью отводить канализационные стоки из микрорайона Завидное. Заместитель главы администрации озвучил весь комплекс необходимых мероприятий. Если мы интенсивно сейчас с Советом депутатом примем решение в течение первой декады февраля выделить средства, значит, мы сможем приступить к проектированию. На проектирование мы возьмем максимум три месяца. Дальше строительно-монтажной работой и к концу первого квартала 2020 года мы завершим строительство КНС и тех коллекторов, которые позволят нам полностью закрыть эти очистные сооружения. Александр Митряйкин наглядно показал несколько вариантов прокладки труб от микрорайона Завидное до центрального коллектора. И, отвечая на вопрос одного из местных шителей, рассказал, как именно будет выглядеть канализационно-насосная станция. Сверху будет небольшое технологическое помещение, которое будет закрывать оборудование от внешних воздействий, атмосферных осадков и так далее. Соответственно, все процессы по откачке стоков и перекачке их будут производиться внутри. То есть, по сути, это вот именно насосная группа, которая будет перекачивать просто стоки по коллекторам в городскую коллекционную насосную станцию? Точно так. И более того, это все будет находиться внутри земли, то есть под землей. Доклады всех выступающих были столь полны, что местные жители задавали только уточняющие вопросы. Главное, что поняли граждане, дело не просто сдвинулось с мертвой точки. Проблема начала активно решаться. С прошлой нашей встречи, которая была, насколько я помню, в ноябре, есть какие-то подвижки, да, то есть все-таки утвердили красные линии, все-таки обозначили, где будут строиться КНС. Вроде как процесс движется. Пользуясь случаем, граждане также обсудили с главой и его заместителями вопросы ЖКХ, вывоза мусора и уборки территорий. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.